Здравствуйте, друзья! Рада вас приветствовать на моём канале. Совсем скоро уже будет Новый год. И какой же новогодний стол без медовика или медового торта? Мы сегодня с вами будем готовить вот такой очень простой, очень вкусный, мягкий, настоящий домашний медовый торт. Приступаем к приготовлению. Сначала сделаем заварную основу для крема. И для неё нам понадобятся следующие ингредиенты. Молоко, сахар. У меня коричневый сахар, можете взять обычный белый сахар. Ванильный сахар, кукурузный крахмал. Если не хотите в креме использовать крахмал, то его можете заменить мукой. И 2 яйца. К яйцам добавлю сахар, ванильный сахар. И всё это вместе взобью до бела. Получилась вот такая пышная яично-сахарная смесь карамельного цвета. Вот такой карамельный цвет из-за сахара. Если вы добавите белый сахар, у вас масса будет белого цвета. Фиксер нам больше не нужен. Теперь сюда добавлю крахмал. Аккуратно перемешаем венчиком. Должна получиться масса без комочков. И теперь сюда ввожу молоко. Теперь эту массу залю в сотейник. И пойдём к плите. На маленьком огне, постоянно помешивая, доводим массу до загустения. Заварная основа уже постепенно загустевает. После того, как появляются первые бульки, варим заварную основу около 1 минуты. Заварную основу перелю в миску, так она быстро остынет. Заварную основу сверху накрою пищевой плёнкой и дам остыть до комнатной температуры. Теперь приготовим тесто для медовых коржей. И для него нам понадобятся следующие ингредиенты. Мука, сливочное масло, сахар. У меня коричневый сахар, можете заменить обычным белым сахаром. Ванилин, яйца, мёд и сода. В миску кладу сливочное масло, сахар, ванилин и мёд. Я взяла 2 столовые ложки мёда. И всё это вместе поставлю на водяную баню. Будем держать на водяной бане, пока мёд и сливочное масло растопятся. Сливочное масло, сахар и мёд полностью растопились. Теперь сюда добавлю соду. После добавления соды, это масло должно увеличиться в объёме. Идёт процесс сгашения соды мёдом. Видно, что увеличилось уже в объёме. Начало пениться. Теперь сюда по одному вводим яйца. И интенсивно перемешиваем, чтобы яйца не сварились. Теперь сюда ввожу муку. Нам понадобится приблизительно 3 стакана муки. Объём стакана 300 мл. Это где-то 450 граммов. И перемешиваем. Уже перемешиваю ложкой, потому что тесто уже плотное достаточно. Венчиком сложно. Сниму тесто с водяной бани. Вот в таком виде оставлю тесто остыть. Приблизительно 10-15 минут. Потом только сниму на стол и домешу на столе. На этом этапе я в тесто добавила 450 грамм муки. 100 грамм ещё муки оставила, чтобы домесить тесто на столе. Почему я всю муку сразу не добавила в тесто? Это делаю для того, чтобы тесто не забить мукой. Потому что пока оно тёплое, берёт очень много муки. А так, когда оно немножко охладится, уже понятно будет, сколько ещё муки добавить в тесто. У нас должно получиться мягкое, эластичное, не липнущее к рукам тесто. Моё тесто уже готово. Оно очень мягкое и не липнет к рукам. Я в тесто добавила в целом 530 граммов муки. Вот столько муки осталось. Это пойдёт на раскатывание коржей. Теперь тесто нужно поделить на кусочки. Это желательно делать на весах. Сделаем такие колобки. И поставлю на тарелочку. У меня получилось 9 кусочков теста. Каждый кусочек весом 120 грамм. Тесто пока тёплое, поэтому его не следует накрывать плёнкой. Я просто накрою полотенцем. И оставлю на столе, дам отдохнуть 10-15 минут. Раскатываем коржи. Я разогрела духовку до 200 градусов Цельсия. Я сегодня сделаю круглый медовик. Поэтому, неважно какой формы, я раскатаю корж. Потом горячий корж я вырежу по форме уже. Перенесла тесто на просень. На пергаментную бумагу. Корж испечём в заранее разогретой духовке. Температура духовки 180-190 градусов Цельсия. Нам понадобится приблизительно 5-7 минут. Но на первый корж обычно уходит чуть больше времени, чем на последующие коржи. Пока первый корж находится в духовке, я раскатаю второй корж. Переношу корж на противень. И нужно проколоть вилкой. Я первый корж забыла проколоть. Первый корж уже готов. Отправлю в духовку второй корж. Корж в горячем виде порежу. Из этих обрезков сделаю крошку для обсыпки торта. Вот такой очень мягкий, очень нежный корж получился. Таким способом испеку все коржи. Коржи уже готовы. Вот столько обрезков осталось. Из них я сделаю крошку для украшения торта. Крошка тоже готова. Заварная основа очень хорошо охладилась до комнатной температуры. Сливочное масло и сгущённое молоко тоже должны быть комнатной температуры. Для крема нам понадобится, помимо всех этих ингредиентов, ещё сыр рикотта и ванилин. Сыр нужно растереть и до мягкого состояния. Миксер не нужен. Вот такой кремообразный сыр получается. Пока оставлю в сторону. Размягчённое сливочное масло нужно взбить до бела. Вот такое сливочное масло очень лёгкое получается. Взбитое до бела почти. И теперь сюда добавлю сгущённое молоко. Я для этого крема взяла всего 180 грамм сливочного масла. Если вы считаете, что такое количество масла для крема маловато, то можете, конечно, увеличить количество масла. Я всегда в кремах, в выпечке уменьшаю количество сливочного масла и сахара. Таким образом, торты и десерты становятся менее калорийными и лёгкими. Теперь слегка взобью заварную основу. Теперь заварную часть по ложке добавлю в масляную часть крема. Теперь сюда добавлю ванилин. И вожу сюда рикотту. Крем уже готов. Получился очень воздушный крем. Собираем торт. Я установила кольцо диаметром 23 см. С такого же размера коржей. На дно кладу первый корж. И крем. Корж, крем, корж. Таким способом соберу торт до конца. На последний корж наношу совсем немножко крема. Около двух столовых ложек крема оставила, чтобы потом выровнять торт. Торт поставлю в холодильник и оставлю там на всю ночь. Торт украсим на следующий день и подадим. Торт я только что достала из холодильника. Он там пробежал около 12 часов. Сейчас ножом тонким пройдусь по стенкам. Если у вас есть ацетатная плёнка, то обязательно ставьте ацетатную плёнку. Или можно было ещё и пергамент. Пергаментом обложить стены. Выровню бока торта оставшимся кремом. Обсыплю торт крошкой. Украшаем торт. У меня есть вот такие тоненькие веточки мяты. И замороженные ягоды. Вот так очень быстро и просто из доступных ингредиентов у нас получился вот такой очень красивый, милый, новогодний тортик. Теперь порежу и посмотрим, как выглядит тортик внутри. Продолжение следует... Торт я попробовала. Очень вкусный, очень нежный, хорошо пропитанный, с лёгким кремом торт получился. Такой торт может стать украшением для вашего праздничного стола. Таким был мой сегодняшний рецепт. Надеюсь, он вам понравился. Если понравился, то обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. И обязательно подписывайтесь на мой канал, нажав на колокольчик, чтобы не упустить мои новые видео. А на сегодня у меня всё. Как всегда, желаю вам удачного дня, отличного настроения. И увидимся в новых видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин